Заседание Совета ветеранов у округа решено было организовать в форме чаепития, чтобы в непринужденной обстановке можно было обсудить все вопросы и проблемы, которые сейчас волнует ветеранское сообщество. Личные встречи, они всегда помогают власти услышать ветеранов, потому что много вопросов накапливается. А если говорить о прошедшем периоде, это очень тяжелый период, пандемия. И ветераны, у них тоже много вопросов, много предложений. Совет ветеранов, временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов, посетил в числе первых общественных организаций муниципалитета. Без вас нет будущего, это совершенно точно. Благодаря вам мы вообще здесь находимся и можем пить чай спокойно под мирным небом. Поэтому могу со своей стороны вас заверить, что мы будем всячески помогать. Далее слово взяли сами ветераны. Они рассказали, как вели военно-патриотическую работу в пандемию. Озвучили свои вопросы и конкретные предложения. Сделать автопробегу. Что мешает? Мы можем сами, мы еще пока многие, да, взять там пару микроавтобусов, посадить тех же ветеранов. Тот же патриот, как говорится, как-то организован. Мы можем привязать сюда и школьников. Три года тому назад, последний раз, мы вывозили детишек в наш великолепный музей космонавтик, который находится в Мутище-Королеве. Проблема в чем? Проблема в том, что, во-первых, он закрытая организация. Самый главный и самый тяжелый вопрос – это доставка детей. Доставка? Да, мы здесь. Именно транспорт? Именно транспорт. Ветераны также предложили усилить военно-патриотическую работу со школьниками и молодежью и открыть ветеранские общественные центры на территории муниципалитета. Дмитрий Абаренов пообещал взять все поднятые вопросы в работу. А тут также он предложил проводить подобные встречи на регулярной основе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.